Привет! Сегодня мы посмотрим, вместе с тобой, новый ролик Доктора Гнуса, да, не потеть, не писать, аж 2О Контрабанда. Не писать? Ты специально так сказал? Пошутил. А, это была шутка. Хорошо. Да, Контрабандист из тебя тут еще. Ты бы еще на водовозе прилетел. Вот даже, вот даже причина. А, это, наверное, отсылка на Тайны Третьей Планеты. Там, где Алиса Селезнева, и там была планета Шелезяка, растительности нет, как там, в зелени нет, населена роботами. А, очень старик. Да, такой советский был мультик. Я его не помню даже. А я чуть-чуть помню, вот эти вот мемные фразочки. Надо подумать, как еще можно провести воду на эту планету. Вода. Это прозрачная жидкость, не имеющая цвета, запаха и вкуса. Тело взрослого человека состоит примерно из 60% воды. Нам вроде говорили, в школе 70. Наверное, каждый раз новое исследование, и оно все меняет. А я слышал, что вообще 80. Видишь, как. Постоянно. Постоянно киды новые исследования, и все меньше, и меньше вода куда-то усыпает. Я не могу представить, как это настолько много. Я вроде... Клетка. Клетка, знаешь, как выглядит строение клетки? Видел, сколько там внутри плавает все, внутри клетки? Она все в воде плавает, правильно? Ну, типа там как бы не совсем вода. Ну, считай, да, там как бы много жидкости, так скажем. А жидкость-то вода. Ну, большой компонент жидкости составляет вода. О, они такие тяжелые пупсы. Слушай, я думаю, это весит, как собачка комнатная. Как чуть тяжелее, как чакуахуа. Я думала, да, он где-то такой. Как кто? Как, я не знаю, как маленькая помоечка. Я не знаю, с чем еще сравнить. Ну, мусорное ведро такое маленькое. Помоечка? Ну, такая, в смысле, маленькая мусорка такая, знаешь, вот стоит, которая там офисная корзина для бумаг. Вот типа такого. Оказывается, такой крепыш. Пивай не более двух литров. И пей, пей, не останавливайся. Вообще, кстати, по этому поводу, знаешь, вот есть такое выражение, чтобы похудеть или чтобы вести здоровый образ жизни, нужно выпивать два с половиной литра воды в день. Знаешь такое вот выражение? Так вот, неправильно. Это неправильно. И многие диетологи и нутрициологи уже давно-много развенчали этот миф. Правильно вообще-то. Как изначально говорилось, два с половиной литра жидкости. А к жидкости относятся супчик, чай, кофе. Это молоко. Это все как бы жидкость, понимаешь? А то люди в итоге поедят суп, попьют кофе, а потом еще два с половиной литра пытаются себя влить, понимаешь? Воды чистой. В смысле два с половиной литра, если зависит от веса твоего? А если 120 килограмм еще, что больше пить? Да. Ну, это имеется в виду для среднего человека. То я имею в виду в ключевое, что это не вода, а жидкость любая входит. То есть, если не нравится чистая вода, ты можешь там чай попить. Это тоже жидкость. Какая разница? Все? Не влезает? Ага. Систенки тебе в помощь. Учитывая, что вода также поступает с употреблением пищи, достаточно будет полутора литров жидкой субстанции в день. Да, не воды, а жидкой субстанции. Да, то есть жидкости, жидкости. Ну, в принципе, да, там как бы у каждого индивидуальная потребность. Естественно, ты зимой меньше пьешь, чем летом, потому что, ну, если меньше хочется пить, у тебя нет такого обезвоживания, да? С другой стороны, я зимой много пью жидкости, потому что я люблю пить горячие чаи, потому что холодно. Я тупо ими согреваюсь, например. Ну, как бы такой вот вариант. Видишь? А ты говорил, не влезает. Сколько уже? Один, два, три литра. Отлично. Если человек активно не двигается, то в день он теряет полтора-два литра воды тремя путями. Писает, выдыхает, потеет. Так вот, поговаривай. Кстати, я вот взвешивался постоянно. Когда? Вечером, примерно. И утром. И утром. И я на килограмм, полтора, утром... Ну, выписал. Меньше вешу. Выпотел, выписал и выдушил. Нет, ты просто спал. Да. Встаешь, пошел на весы. Я как? Реально, что ты выдыхал эту воду, что ли? Выдыхал и потел. Полтора литра килограмма воды ты выдохнул? Получается. Там же не только вода у тебя, наверное, еще что-то другое потратилось. Может, не дурок. Ты расколо ты поел? Если так каждую ночь по полтора литра теряешь, так кровать должна быть мокрая вся там. Ну, ты же под тебя не сцешься. Что ты? Если выпить три литра воды за один час, то жди смерть. Все верно. Ты выпил три литра за полчаса. Ничего не делай. Ждем и наблюдаем. Гипергидратация. Избыток воды в организме. Но, проще говоря, отравление водой. Симптомы. Головная боль. Падение температуры. Слюноотделение. Точнота. Рвота. Мне кажется, она просто все вылезет. Крощая координация движений. Судороги. Мышечная слабость. И смерть. Ну что ж, работает. Тебе надо успеть выделить обратно три литра воды за один час, чтобы не сдохнуть. Хорошая новость для тебя в том, что твои почки по умолчанию за час могут переработать три литра воды. То есть остается. Надо было им в агрежопе сидеть. Помнишь, там они тоже вместо органов у нее работали. Место почек, вместо печени. Куда-то и как-то выделить еще оставшиеся два литра. Про три пути помним? Писать. Минус литр. Навыдыщивать. Видишь, как можно хорошо. Но я намного не удастся. Ну, выпить хорошо получается. Остается, значит, только усилий напотеть. И давай, давай, шевели по всеми. Ой, знаешь что? Вот на беговой дорожке после того, как ты там литра воды, сколько до воды допился. Обратно все будет. Буль, буль, буль. Знаешь, что в животе этот звук такой? Смотри, ты же выпил, ты же не можешь уже выпустить. Ну, подожди. В клетках уже, чтобы выпустить ее. Она в желудке-то может быть. Ты можешь просто... Да. Ну, ты будешь бежать. Из желудка ты ее не выпустишь. Вообще бывает так, что... И не выписаешь тоже, потому что она не проработалась еще. Или пересек покачать можно. И ты будешь пересек качать, и будешь как китик, так вот... Потому что выдавливаться будет. Не мухлей. Движение «Жизнь» в твоем случае как никогда актуально. Дай включить ему максимальную скорость. А, посмотри, что пишут. За один час бега можно потерять пол-литра воды. Всего-то. Ну, технический воду он тоже потерял. С кровушкой. А ведь можно еще хорошо вспотеть в парилке. О, прикольно, да, кстати. ...и всего 50 градусов Цельсия. Финская сауна. Сухой горячий пар и температура под 80 градусов. Русская. Влажный пар с температурой до 110 градусов. Во! А сколько у нас было? Помнишь, мы не так давно ходили как раз-таки в русскую? Ну, у нас уже русская получается. Ну, не было. Где-то в классе все равно 80. Не сильно, наверное, на так было. Я не знаю, сколько. Я не уверен в проводимости того термометра. Я скажу, который у вас там в бане. Ты имеешь в виду не вот этого, а в той бане, в которой мы ходили. Да, да. Не, фишка в чем? Все, на самом деле, работает, потому что я проверяла. Я взвесилась до бани утром, и на следующее утро я взвесилась после бани. При этом, при этом, я еще выдундила пепси, а пепси так неплохо воду задерживает на самом деле, вот. Ну, без калорина, ну, неважно. Литровую. Не поела. Солидно. Не поела, нормально, так, фишка. Мясо. Но вечером я не ела ничего. Ну, там нормально, потому что времени. И я скажу, там килограммчик нормально так ушел. Да. Ну, вот там нормально. Потому что потик там выпотился хорошо. Нифига себе. То, тема. Угу. Видишь, наоборот, чем суши. А мы были, наоборот, во влажной. О, жесть. А ты там вообще так течешь. Просто жестко. Вадим, как в баньку заходит. Он прям сразу весь, просто как будто его там водой облили. Просто вообще жестко. Мне не так. Я как-то медленнее. Русской баньки. Говорят, что за час в сауне можно потерять два килограмма. О, прикинь, как жесть. Проколенту двум литрам воды. Но. Для лучшего потоотделения советуют два проверенных способа. Натереть тело медом с солью. Или натереться 76-градусным спиртом. Спирт меня на тебя точно не будет тратить. А вот мед с солью звучит многообещающе. Да, и чтобы немножко ускорить, давай бегом от тебя. Мне кажется, что садкинется. Сейчас его снова намотает. Эх. Да. Сердечко-то выпрыгнуло. Ладно, согласен. Можно и без беговой дорожки. Спасибо. Ну, а вы, конечно, молодцы. Беспалевно прилетели. Туристы, блин. Как хотите, теперь выкручивайте. Понятно, короче. Они контрабанды и провезли в мочевых пузырях, судя по всему. Водичку, да. Настяющие контрабандисты. Ага. Вокрутику подняли. Из одного расходника вы сможете отжать максимум 3 литра воды. Но с вашей таможней очень большие потери. Поэтому слушайте предложение лучше. Каждый расходник состоит на 60% из воды. Это потенциальных 36 литров плюс 1-2 литра накачанных внутрь. Получаем 38 литров контрабанды. Причем груз дойдет сам до вас. Улавливайте мою мысль. Да-да. Готовьте бабло и сепараторы. Ха. Не подписывались они на такое. А если я вам скажу, что из оставшихся 40% можно наковырять полсоти полезных химических элементов еще? Медные расходнички. Вот-вот. Подписывайтесь. Это немножко, знаешь, что напомнило Дюну. Там, короче, фильм, кстати, не так не посмотрела, книжку читала. Там у погибших товарищей, там, короче, на планете была очень проблема с водой. И воду вообще нигде было невозможно достать. Пили из людей? Да, короче, получается, у мертвых людей. И там как-то, короче, из них там воду вытаскивали каким-то специальным способом, чтобы была вода у других людей. Вот так вот, типа это считалось. Вот я говорю, мне что-то вот это напомнило в конце. У тебя как-нибудь было такое, что ты перепивала воду? Было. Было такое, что прям вот отравилась водой? Не то, что отравилась. Было просто как-то так напился воды. Бывало, знаешь, тебе как-то жарко, и ты не можешь контролировать, как с голодом. Бывало, что ты очень голодный. Да, ты пьешь, пьешь, пьешь. Да, не можешь, пьешь, 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 и не напиваешься. Пьешь, пьешь. Бывает так, как ты во рту пересохла именно. То есть ты понимаешь, что желудок полный, а рот-то пьешь, и у тебя во рту все равно сухо. И не понимаешь, почему, понимаешь? было. Когда очень много выпивал. Просто что-то заполнил весь желудок. Похоже, как будто к бабушке пришел, пирожками обожрался и такой вот, что-то вот такое. И как будто это вода у тебя вот сейчас вот прям вылезет через нос, через рот и через все. Вот такое. Ну, как бы так, именно гипергидротации, что там прям отравлением воды такого у меня никогда не было. Нет, до такого состояния до себя не доводило. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.